Умун – древняя Акина, немного измененная в размерах деятельностью человека. Озеро Дикой Утки ученые считают природным водоемом. Оно образовалось около 10 тысяч лет назад, когда начинали формироваться современные пойменные луга Аки. Это место протекания реки Аки в далеком прошлом. Впоследствии ее старится, большая часть которой на карте подписана как Сологоща. А самая северная, северо-западная часть Сологощи, оторванная от нее процессом заиливания древнего озера, и стала отдельным небольшим озерцом. Это и есть дикая утка. Из-за деятельности человека течение вод изменилось, и озеро наполнилось дополнительной влагой, приобретя новые формы. Сейчас его глубина составляет порядка трех метров. Озеро уникально тем, что стало домом для большого количества различных организмов. Ученые насчитали здесь несколько десятков видов птиц, в том числе четырех, занесенных в Красную книгу. Одна из этих птиц – соловьиный сверчок. Эта птица вообще в Рязанской области не находилась, не фиксировалась до 70-х годов прошлого века. Это какой-то южный вид, который потихонечку, оттесняясь или изменяя свой ареал к северу, достиг и Рязанской области. И в нашем регионе соловьиный сверчок немногочислен, встречается в нескольких точках. Вот одна из них – это озеро Дикая утка, казалось бы, внутри большого промышленного центра. Ученые рассказывают, что Министерство природопользования региона выходило к ним с вопросом о наличии оснований для присвоения озеру статуса памятника природы. И по всем формальным признакам оно может претендовать на это звание. При этом не имеет значения, водоем природный или искусственный. Достаточно, чтобы там обитал хотя бы один редкий вид. Примеров много. Такой статус уже получили озера в Сынтуле и Ермише. Торфиные карьеры, места, где добывали торфы и образовались озера под клепиками у деревни Наумова, сейчас имеют статус памятника природы. Потому что там ровно такая же ситуация, как на озере Дикая утка. Это место колонии, чаек и огромного числа других видов птиц. Также стоит отметить, что озеро Дикой утки хоть и находится в черте города, однако до сих пор слабо изучено. Комплексных исследований здесь не проводилось. Зато защищено несколько докторских диссертаций по близлежащим объектам, в том числе по изменению русла реки Аки. Изучены карты разных лет. Для придания озеру статуса памятника природы нужно восполнить белые пятна. Это толстенный талмуд на нескольких сотен страниц, где излагается последовательно масса результатов научных исследований, которые нужно еще провести. Это данные о географическом положении, данные о геологическом строении и рельефе озерной котловины, об истории его образования, данные о климатической особенности территории и гидродинамики, с попыткой выяснить, откуда в озере берется вода, с какой динамикой она движется, какого состава химического она, ПАЖ, кислотность, масса данных. Также необходимо определить границы охраняемой зоны и прописать, что именно можно делать на ее территории. Разработку документов можно провести в течение года. Стоит отметить, что сейчас на территории Рязанской области 102 памятника природы. Причем за последний год список пополнился тремя новыми объектами. Это заказник Солочинский парк, Наринский лес и урочище Дубки.